Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 марта. И так как сегодня полнолуние и никаких земляных работ я в это время не провожу, у меня появилась возможность немного подробнее ответить на вопросы моих зрителей на канале YouTube. Именно на те, которые в двух словах не объяснишь, нужно более развернутое объяснение. Вот один из вопросов, который сейчас, конечно, еще может быть и рано для него, но потом весной будет некогда. И в прошлом году многие у меня спрашивали, вот она, несколько. Вот Галина Поморцева написала, пожалуйста, поделитесь опытом, как подписываете томат при высадке в грунт. И тут ей уже многие в комментариях отвечают, кто-то... А, она пишет, что я подписываю на бумажки, скотчем прикрепляю на палку или на самой палке пишу, но через месяц все это выгорает на солнце, ничего не видно. Это проблема у многих. Многие и в прошлом году задавали вопросы, в этом году, вот ей в комментариях отвечают, что советуем перманентным маркетом не выгорает. Потом бумажку складывать, опять же, со скотчем на веревочку, чтобы она подвязывать на каждую. Потом ножи и ложки пластмассовые подписывать. Все это я прошла и подписи маркером. Потом на следующий год начинаешь подписывать, эти зачеркивать приходится. Ну, короче, мне неудобно. Я уже давно свой способ, как сказать, не изобрела, остановилась на способе, на таком бюрократическом. Хоть мы многие не любим бюрократию, она нам мешает в жизни, но вот огородная бюрократия мне очень помогает оптимизировать мой процесс. Я уже говорила в прошлом году, я все делаю на бумаге. Я сначала на бумаге все напишу, а потом высаживаю по плану. Сейчас я приближу, чтобы вам видно было. Вот у меня поле 500 томатов. Как вы понимаете, для меня очень важно, чтобы сорта не перепутались. В прошлом году я выращивала 190 сортов разных. Все они у меня вместе, вот видите. И если, представляете, если я буду на каждой палочке писать, подписывать, или вешать веревочку, или подписывать ножи, представьте, сколько времени это займет. Вот именно вот эта огородная бюрократия, как я ее называю, когда я все заношу на бумагу, и потом уже по этому плану там хожу, смотрю в огороде, она очень помогает мне, высвобождает очень много времени. Проще вот здесь написать 10 наименований, чем подписывать в огороде палки. Сейчас расскажу. Я изначально, вот у меня 500 томатов, показывала я на одной сотке, 500 томатов. Все они рядами. И высаживаются всегда одинаково. Я могу заранее, но вот это я делала сразу в огороде, видно по состоянию, видите, тетради, вся, видно, выгоревшая. Прошла со мной она и крым, и рым. Вот это томатное поле. Вот так вот я ряды высаживаю, вот они у меня в длину, вот идут. Я заранее раздлиновала, ну я просто здесь прям руками разделила, вот пишется 12 казанова, 10 пудовик, 6 советский. Могу просто иногда сокращенно, а вот здесь уже у меня вот эта инвентаризация расписана, где какие. Это очень удобно тем, что я пошла по рядам, взяла эту тетрадь, если я сомневаюсь, ну во-первых, я по внешнему виду их уже различаю, потому что они разные. Но если я сомневаюсь, я иду, так, здесь у меня казанова, здесь пудовик, здесь советский, а на этой стороне сибирская тройка, абаканский розовый, все. Они никак не перепутаются, ничего с ними не сделается. Но для тех, кто еще плохо ориентируется, кто не может по внешнему виду различить томаты, я вам вот такой, не то что секрет, а вот такой совет дам, когда вы высаживаете томаты, чередуйте томаты или разные расцветки, или разные формы, чтобы они не спутывались. Например, казанова с пудовиком мы никогда не спутаем, потому что казанова палочкой, а пудовик сердцевидный. Советский он плоский, шахерезада он лохматый. Я никогда не высаживаю, стараюсь не высаживать. Рядом два одинаковых сорта. Но есть сорта, которые вот похожи, как близнецы. Например, ботяня и пудовик. И его можно немножко спутать, особенно если не в конце, но он пудовик немножко повыше, ой, наоборот, ботяня повыше, пудовик пониже. Но плоды все равно очень похожи. И у меня они все, все так высажены, что их не перепутаешь. Вот если русские колокола, следующий любимый праздник. Ясно, что эти оранжевые, эти розовые, эти крупные, эти мелкие. Дальше Кенигсберг, он не похож ни на любимый праздник никакой. Потом идет Андреевский сюрприз, он тоже на соседний не похожий. И здесь точно так же. Фартовый, гордость Сибири, она совсем другая. Сибирское яблоко, она тоже не похожа. Рубиновый кубок, он вообще форма другая. Госпожа удача, сибирская тройка, они тоже не похожи. И вот абаканские розовые, если посадить, например, и бычье сердце, то начинающий огородник может перепутать. Но у меня рядом с ним сидит сибирская тройка, которая вообще не перепутается с абаканским розовым. А Настенька не похожа на абаканские розовые. Дальше там идут уже... Ну, вы поняли принцип действия. Во-первых, рисую план. Во-вторых, чередую. Если есть возможность, розовый, красный, оранжевый, желтый, рядом одинаковый цвет и одинаковую форму не высаживать. И даже если у вас потеряется где-то что-то, вы по описанию посмотрите, какой из этих сортов желтый, а какой розовый. И, конечно, вы их различите. Все. Вот это небольшой такой совет, пособие для того, как высадить томаты и не перепутать. У меня... Я уже показывала для теплицы. Для теплицы точно так же. Делаю все заранее. В теплице я тоже их никак не подписываю. Я вот здесь нарисовала план теплицы. Это еще чем удобно? Тем, что все это можно сделать заранее. Можно сейчас сесть, нарисовать план, подписать, где какой будет. Потом весной просто смотреть и по этому плану высаживать томаты. Все. Желаю вам не запутаться, прибегать вот к огородной такой бюрократии, где на бумажке все у вас записано. Даже вот эти ленивки, грядки, в прошлом году показывала. Вот видите, все культурно. Знаю. Тут даже не по 10, не по 12, вот по несколько штучек высажено. Все подписано. Вот она их перечень. И они, когда переплелись все осенью, я прихожу и все равно я вижу, где какая. Хотя здесь они почти все одинаковые. До свидания. Желаю вам успехов в незапутывании томатов.